Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Атаки продолжаются. Под огнем оказался Рязанский нефтезавод. Квартира, автомобиль и другие подарки от торгов. Промышленная палата запустила викторину к Году семьи. Скоро будет тепло. Синоптики рассказали, когда ждать изменения погоды. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками Рязанской молодежной делегации во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи. Фестиваль объединил 20 тысяч ребят со всего мира. Площадка для открытого разговора и дружбы создана по инициативе нашего президента. Вернулись ребята с фестиваля полные идей и энтузиазма. Открытости гостеприимства России с 1 по 7 марта оценили 20 тысяч человек из 188 стран мира. В районе Сириус города Сочи проходили конкурсы, лекции, встречи «Рязань. Сердце России». Под таким слоганом в Сочи отправилась рязанская делегация из 90 человек. Это студенты, работающие молодежь, участники детских и молодежных общественных объединений, активисты. События позади, но впечатления, эмоции, новые друзья с разных континентов, а также свежие идеи остались. Всем этим ребята и делились с губернатором в конференц-зале историко-архитектурного музея-заповедника. Многое можно сделать, многое можно изменить, если приложить руки и желания. Я попрошу Виталия Косачева, соответственно, все вот это сейчас собрать, аккумулировать. Все, что прозвучало, не прозвучало. Вот это надо структурировать и с вами вместе посмотреть, какие нужны действия, какая нужна поддержка и от кого. Свыше трех тысяч заявок от нашего региона подавали желающие принять участие в крупнейшем международном молодежном фестивале. Отобрались всего 90 и доказали, что прошли все отборочные этапы не случайно. По итогам фестиваля Сереброзовый вал хор радиотехнического университета в конкурсе «Битва хоров». Доцент того же РГРТУ Валерия Тишкина стала амбассадором фестиваля, а также победила в конкурсе «Росатома» и вошла в состав научной экспедиции в Арктику. А студент Рязанского Меда победил в специальной номинации «Выбор ВМФ» премии «Россия. Страна возможностей». Я опишу эту премию двумя предложениями. 33 тысячи поданных заявок, 100 финалистов, один лучший. Были бы не было без поддержки КДМ, делегации региона, без их довольно большой поддержки в соцсетях, на сцене, когда я выступал на награждении. И ничего бы этого не случилось. На премии я познакомился с огромным количеством удивительных и уникальных людей. Например, Иван Ерхов, слепой продюсер и режиссер, который ослеп 7 лет назад, взошел на Эльбрус, собрал инклюзионную команду и снял об этом фильм. Такие истории действительно мотивируют меня. Вместе с делегацией участников в Сочи ездили рязанские волонтеры. 29 человек, из них трое серебряных. Сначала прошедшие несколько этапов отбора, они помогали в логистике, взаимодействии со СМИ, организации питания, проведении мероприятий. Значимость волонтерского движения подчеркнул и Павел Молков, отметив, что без этих самоотверженных ребят сложно представить общественную жизнь. В завершение встречи участники задавали губернатору вопросы. Разговор получился открытым и многообещающим. В Рязани отменили народное гуляние «Душа моя масленица». Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 17 марта. Отказ от празднования объяснили техническими причинами. По техническим причинам народное гуляние «Душа моя масленица» отменяется. Надеемся, совсем скоро мы с вами увидимся на других мероприятиях нашего парка, говорится в объявлении. Еще в феврале мэрия анонсировала отказ от общегородских гуляний. Власти планировали сделать упор на семейном формате, организовав локальные мероприятия в лесопарке, на площадках у домов культуры, а также в Центральном парке культуры и отдыха, где гуляния должны были пройти 17 марта. Ежегодно жители региона выбирают объекты, которые благоустроят. В следующем году по программе формирования комфортной городской среды в этом году голосование еще не стартовало. И в нашем следующем материале мы расскажем о том, где будет проходить это голосование и как принять в нем участие. В планах на этот год благоустройство 28 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях по программе формирования комфортной городской среды. Об этом заявил региональный министр ТКЖКХ Артем Уваровихвост. В 24-м благоустроены будут те территории, за которые люди отдавали свои голоса в прошлом году. Подходит время снова выбирать общественные территории, которые жители хотят увидеть обновленными. Это будет проходить с 15 по 17 марта на пунктах голосования. То есть адреса пунктов можно уточнить на сайте нацпроекта, либо, соответственно, в ходе исполнения своего гражданского долга. То есть для того, чтобы облегчить жителям сам процесс выбора территории, за которую они хотят отдать свой голос, на каждом пункте голосования будет дежурить волонтер. То есть вы его совершенно точно узнаете по соответствующей копировке. То есть с собой достаточно иметь мобильное устройство. Голосовать за понравившуюся территорию можно с 14 лет. Примечательно, что не обязательно отдавать свой голос за территорию городскую. Например, житель Рязани может вполне себе спокойно поставить галочку в графе благоустройства другого муниципалитета. Во время прямой линии Артема Ворвихвост рассказал, как общественные территории для бюллетеней выбирают. Предваряет предложение уже конечной территории от муниципальных образований отбор. То есть, ну, соответственно, жители муниципальных образований, городов, районов, то есть они, используя платформу обратной связи, просто в инициативном порядке, обращаются в администрации соответствующие, которые принимают их обращение. Дальше в каждом муниципальном образовании есть соответствующая комиссия, которая пособирает эти предложения, проводит общественное слушание. Ну, общественное слушание – это не с точки зрения юридической общественное слушание, то есть имеется в виду с приглашением жителей. И дальше уже с учетом их мнения выбирается наилучшая территория, ну, или наиболее востребованная, да, то есть, и, соответственно, она выносится уже на голосование. Проект формирования комфортной городской среды стартовал в 2018 году. За все время его существования преобразовалось больше 170 общественных территорий в 25 муниципалитетах. В этом году, говорит чиновник, работы начнутся после 1 апреля. Как позволит погода. Только для общественного транспорта и такси. С такой задумкой появились выделенные полосы в Рязани. Правда, ездят по этим полосам и простые автомобили. А за это положен штраф. Уважаемый водитель, вы выехали на полосу для движения маршрутных транспортов и средств. Чем нарушили административный кодекс? Будет составлен административный материал по данной статье. Первые нарушители появились сразу же. Ну а что? Логика проста. Полоса-то пустая. Другого транспорта, кроме маршруток, и нет. Чего бы не сократить путь? Вот и сократили. На штраф. Согласно части 1.1 статьи 12.17 кодекса об административных правонарушения Российской Федерации, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушении правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Нарушителей хватает, говорят в госавтоинспекции. За прошлый год лихих водителей, которые решили проехать по выделенке, было больше двухсот. В этом году статистику только подбивают. Так пока 30 нарушителей. Сегодня число их немного выросло. Напомним, что на Первомайском проспекте выделенки работают от площади Ленина до вокзальной. По данным Минтранса, камеры для фиксации нарушений по проезду частного транспорта по выделенной полосе установлены. Потому госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям об ответственности за движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Такое сообщение опубликовал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Глава региона с самого утра находился на месте происшествия. Хронология атаки беспилотников далее. Это только один из ударов беспилотника. Местные жители слышали куда больше. Четыре хлопка. 6.34, 6.49, 6.50 и 7.23. По данным телеграм-каналов, один из беспилотников попал в две установки по первичной переработке нефтепродуктов. После два дрона друг за другом врезались в цеха, где уже полыхало пламя. К нефтезаводу сразу же выдвинулось несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи. В сообщении экстренных служб говорилось, что площадь пожара 175 квадратных метров. Появились и новости о пострадавших. Ранения получили два человека. Позже станет известно, что это травмы рук. Медицинская помощь пострадавшим оказана. Жизни людей ничего не угрожает. Уже в 11.13 в телеграм-канале Павла Малкова появилось сообщение о ликвидации возгорания на нефтезаводе. Губернатор поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу. Нефтезавод по подсчетам очевидцев атаковала три беспилотника. Еще один БПЛА самолетного типа был сбит, сообщили в пресс-службе Минобороны. Кроме Рязани, за этот день беспилотники уничтожили еще в шести областях. Суммарно 58 БПЛА. Атаку беспилотников прокомментировал Владимир Путин в интервью 12 марта. По мнению президента страны, есть три объяснения. Первое – это желание помешать или повлиять на президентские выборы. Второе – попытка, цитата, «хоть что-то» показать на фоне прошлых неудач, сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне дела. А в-третьих, по словам президента, это попытка в случае успеха получить козырь в возможном будущем переговорном процессе. 12 марта Рязань посетил министр МЧС России Александр Куренков. Во время визита прошло награждение наиболее отличившихся сотрудников, вручение ключей от техники и открытие всероссийских соревнований. Вездеходы, грузовик, прицепы с оборудованием для тушения пожаров – это 10 новых автомобилей, которые 12 марта передали региональному МЧС министр управления Александр Куренков и глава региона Павел Молков. В работе пожарных подразделений не менее важную роль играет оснащение современной техникой. И мы уделяем этому вопросу особое внимание. В связи с этим хочу отметить работу правительства Рязанской области по вопросам развития пожарной охраны в регионе. Сегодня совместно с губератором Павлом Викторовичем передаем главному управлению МЧС России по Рязанской области 10 единиц техники различного назначения. Машины эти, по словам министра, позволят оперативно добираться до места происшествия. Они оснащены оборудованием для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. Прицеп уже передадут добровольной пожарной охране в сельской местности. По словам министра, обычно они первыми приезжают на вызов, живут по соседству. А, например, автомобиль первой помощи оснащен современным оборудованием для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Машины повышенной проходимости способны доставить спасателей и водолазов в отдаленные районы. Александр Куренков вручил и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Сегодня мы награждаем тех, кто проявил свои высокие личностные и профессиональные качества. Хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в обеспечение безопасности и благополучия жителей Рязанской области. Вы постоянно совершенствуете свои знания и навыки, чтобы своевременно прийти на помощь. А ваша инициатива и решительность – это залог успешного выполнения любой задачи. Министр проинспектировал работу Центрального пункта пожарной связи, Центра управления в кризисных ситуациях, Испытательной пожарной лаборатории, Первой пожарно-спасательной части областного центра и Пятой пожарно-спасательной части управления договорных подразделений номер 2. Рад приветствовать вас на всероссийских соревнованиях. Сегодня здесь сильнейшие спосреды нашей страны будут бороться за медали и кубки, как в личном, так и в командном первенстве. Спорт является неотъемлемой частью профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Министр с губернатором открыли всероссийские соревнования на Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту. В Рязань приехали больше 400 спортсменов из 23 субъектов. Они соревнуются в трех разных дисциплинах. Полоса препятствий, двоеборья и штурмовая лестница. В последнем элементе мужчина предстоит преодолеть подъем на четвертый этаж учебной башни, женщинам на второй. По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла сборная Санкт-Петербурга, второе – Свердловская область, на третьем – представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Рязанец Кирилл Бугаев завоевал две медали – серебро за полосу препятствий, золото в спортивной дисциплине, штурмовая лестница, второй этаж, учебная башня. Среди юниоров 17 и 18 лет. Его результат составил 10,52 секунды. В Рязанской библиотеке имени Есенина представили концепцию благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Парку планируют вернуть историческое название. Предусмотрели авторы и новую набережную, танцплощадки, а также разделение на разные зоны. Подробнее в нашем сюжете. Малые архитектурные формы, увеличение зеленого массива, благоустройство набережной и зонирование под разные целевые аудитории. Концепция перезагрузки ЦПКО направлена на решение существующих проблем парка и создание новой инфраструктуры. Идея предполагает и другое название. Вместо Центрального парка культуры и отдыха в концепции обозначена Рюмина-Роща. По словам главного архитектора Рязани, Алексея Крутого, идея обновленного пространства учитывает потребности и запросы рязанцев, которые могут внести свои пожелания и изменения в потенциальный проект. В данной концепции проанализированы основные группы пользователей парка. Их запросы и проблемы, безусловно, у всех видение разное данного развития парка. Если пенсионерам необходимо место для занятий скандинавской ходьбой, то школьникам необходимо место для активного отдыха, игр. Взрослым с детьми необходимо достаточно обильное количество игровых площадок, а студентам необходимо больше общения и место для этого общения. Создать уникальный образ парка, который будут узнавать за пределами региона. Концепция Рюмина-Рощи позволит сделать зеленый оазис в центре города и такое пространство, где каждый найдет досуг для себя и своей семьи. А еще идея слияния природы и культуры, по задумке авторов, заложена в благоустройство этой территории. Тема очень сложная и интересная, потому что в жизни каждого из нас это место, я думаю, сыграло определенную роль. И случались какие-то наши с вами жизненные истории, которые мы помним всегда, и они остаются с нами. Мы с вами понимаем, что пока это только наша с вами народная инициатива начать благоустраивать парк. Мне вот лично очень хочется, чтобы в нем появилась новая жизнь, чтобы это место было притяжением для рязанцев. И хотя на реализацию концепции перезагрузки ЦПКО нужны федеральные вложения, обновлять парк начнут уже в этом году. Так, например, в 2024-м отремонтируют внутреннее помещение «Зеленого театра», восстановят спортивную площадку и благоустроят танцверанду. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В «Точке кипения» рассказали о том, как пройдет розыгрыш среди участников викторины «Семья России». Организаторами выступила торгово-промышленная палата Рязанской области. В качестве подарков для победителей приготовили более 150 тысяч ценных призов. Принять участие может любой совершеннолетний житель Рязанской области. Весна в регионе стартовала с викторины, посвященной Году семьи. Участвовать может любой совершеннолетний житель Рязанской области. Для того, чтобы испытать удачу и получить один из полутора сотен тысяч ценных подарков, нужно пройти регистрацию на сайте семья62.рф и сделать скриншот своего QR-кода. Активировать его помогут волонтеры, которые будут работать в пунктах викторины вблизи участков для голосования. Как повысить свои шансы на выигрыш, рассказал заместитель президента торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин. Волонтеры будут одеты в брендированную одежду. У них будет бэджик-волонтер. И любой житель, идя по пути на избирательный участок, сможет активировать свой QR-код. Но если участник викторины сделал это 15-го числа, то он имеет возможность поучаствовать в розыгрыше шесть раз. Потому что розыгрыши будут проходить каждый день. 15-го, 16-го, 17-го. Два раза в день. После регистрации участникам необходимо ответить на четыре несложных вопроса на тему демографии. Например, сколько детей, на ваш взгляд, должно быть в семье, какие меры поддержки смогут увеличить демографический потенциал нашего региона и другие. Для нас это ценно, повторюсь, для нас это ценно, что мы получим ту информацию, которая будет необходима в дальнейшем для разработки программ поддержки. Причем статистику проанализируют не только в Торгово-промышленной палате нашего региона, но и в областной Думе Рязанской области. По словам организаторов викторины «Семья России», это поможет расширить меры поддержки семей и улучшить демографическое благополучие нашей страны. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Электронные трудовые книжки стали обязательными для тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года. В остальном переход на нее – выбор добровольный. О преимуществах электронной трудовой книжки рассказали в региональном отделении социального фонда. Почти 30 тысяч рязанцев перешли на электронные трудовые книжки. По России статистика и того выше – больше 12 миллионов человек. Как рассказали в региональном соцфонде, одно из главных ее преимуществ – это удобный и быстрый доступ к сведениям о трудовой деятельности. Переход на электронную трудовую книжку носит добровольный характер и осуществляется согласие работника. Если ранее работник изъявил желание использовать бумажную трудовую книжку, он всегда может перейти на электронный формат. Тех, кто открыл электронную трудовую книжку после 2021 года, тоже немало. По статистике, при устройстве на первую работу в электронном формате ее получили 5 миллионов человек. Она содержит те же сведения, что и бумажные. Периоды работы, даты увольнения или приема на работу, квалификация, должность и так далее. Потерять трудовую книжку тоже невозможно, говорят специалисты соцфонда. Просто физического носителя у нее нет. Так что испортить ее тоже не получится. А передать сведения можно онлайн через портал госуслуг. Снова немного статистики. К настоящему моменту за информацией из электронной трудовой книжки поступило больше 15 миллионов запросов. В соцфонде рассказали, что главное преимущество – это то, что данные при передаче невозможно потерять или испортить. А сведения о кадровых мероприятиях отражаются в электронной книжке уже через несколько дней. Однако для тех, у кого трудовая карьера началась до 2021 года, переход на электронный формат все еще не является обязательным. Чуть меньше месяца остается до старта весенней охоты, периоды которого с нетерпением ждут сотни мужчин. Чтобы получить от хобби максимум удовольствия, нужно помнить о требованиях, предусмотренных законом. О них еще раз напомнили в Росгвардии. С 13 апреля в Южных и с 20 апреля в Северных районах Рязанской области открывается сезон весенней охоты. Для пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и условия проведения охоты, правила хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, в Управлении Росгвардии по Рязанской области запланировано проведение профилактических мероприятий. Сотрудники подразделения лицензионной решительной работы напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением. Охотничье оружие должно перевозиться в чехле, в разряженном состоянии и отдельно от патронов. В ходе охоты запрещено использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения. Это влечет ответственность в виде административного штрафа с конфискацией оружия. А также есть другие запреты. Применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, оставлять оружие патронным без присмотра, передавать их другим лицам. Применять оружие при плохой видимости, открывать огонь по дичи близ электропроводов, открывать огонь по информационным знакам. И хотя эти правила каждый охотник знает, как таблица умножения, нарушения встречаются регулярно. Например, за время проведения профилактического мероприятия «Осенняя охота» к административной ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия привлекли 20 человек. За нарушения, связанные с оборотом оружия, изъяли одну единицу огнестрельного оружия. Частые снегопады, морозы и полуметровые сугробы сопровождали рязанцев почти всю зиму. Синоптики предупреждают, что ждать раннего потепления не стоит. Первый месяц весны может стать еще одним зимним. Однако к концу месяца, после масленичной недели, весна постепенно начнет вступать в свои права. Оказывать влияние на погоду продолжает антициклон, пришедший с севера. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, прогнозируется несколько волн арктических вторжений. По этой причине надеяться на быстрое таяние снега не приходится. Ожидается, что метеорологическая весна наступит в Рязанской области не раньше 20 марта. Метеорологической весной считают период, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать отметку в 0 градусов. В начале весны ряд регионов накрыли экстремальные для этого периода морозы. Местами температура опускалась до минус 10. В север России накрыли морозы до минус 30. На юг Дальнего Востока и в Сибирь пришли обильные снегопады. А южным регионам со стороны циклоны принесли ураганные ветра и ледяные дожди. С приходом весны и таянием снегов в Центральной России возрастает вероятность паводков. Зимой в регионах выпало на треть больше снега, чем обычно. И он отличается высокой плотностью, что увеличивает риск затопления для населенных пунктов в некоторых областях. В марте 2024 года зима не спешит уступать своей позиции большинстве регионов России. В частности, жители Центральной России и Северо-Запада страны по-прежнему ощущают холод. В Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Калининграде, Петрозаводске, Мурманске, Владимире и Рязани днем столбики термометров показывают от минус 4 до минус 6, а ночью температура опускается до минус 10. На территории средней полосы Русской равнины, а также в регионах Урала, Сибири и на Дальнем Востоке март все еще приносит сильные морозы и обильные снегопады. Это время года еще покажет свои капризы в виде снежных бурь и резких понижений температуры. Синоптики предупреждают о гололедице, стоит быть готовыми к непростым погодным условиям. Однако в апреле зима окончательно отступит. Хотя сильных морозов не предвидится, погода будет довольно переменчивой с частыми изменениями температуры и колебаниями атмосферного давления на протяжении всего месяца. По словам Романа Вильфонда, научного руководителя Гидромедцентра, апрель обещает стать первым месяцем, когда в умеренных широтах наступит настоящая весна. Особенно теплое время предвидится во второй половине месяца, когда температура воздуха приблизится к отметке плюс 15. На этом все новости уходящей недели. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин